сегодня мы представим вашему вниманию уникальный фильм чарли чаплина король нью-йорк это последний фильм чаплина в котором заглавную роль исполнил он самый последний его черно-белый фильм здесь чаплина трудно узнать так как он не играет свою привычную роль бродяги фильм повествует историю короля игоря шедова кто после революции в своей стране из крови уезжает нью-йорк король заявляет что его свергли за то что он хотел применять атомную энергию не для производства бомб а для промышленных целей и вот король приземляется в аэропорту в сша которую считает цитаделью свободы бедный король человек с добрым и чувствительным сердцем его утраченные люди о жизни в сша составляют сюжетную канву фильма он воспаляет америку с таким воодушевлением что едва замечает как у него снимают отпечатки пальцев в аэропорту какое блаженство ступить на эту землю вдохнуть в себя воздух свободы америка страна кипучих страстей страна молодости нью-йорк нью-йорке король пытается безуспешно связаться с комиссии по атомной энергии чтобы делиться с ними со своими идеями о мирном использовании атомной энергии в ожидании новостей от комиссии король решает посетить увеселительные заведения в городе однако сталкивается с коммерциализации американской жизни после прибытия в гостиницу короля постоянно приглашают на званый обед у одной незнакомой дамы но он постоянно отказывается однако ловкая хитроумная соседка уговаривает его король не имеет понятия что ему устроили ловушку во время званого ужина и без его согласия его снимают и показывают прямом эфире он даже воодушевленно читает гамблета для публики быть или не быть вот в чем вопрос достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать опротивление и в смертной схватке с целым оримбет покончить с ними после прямого эфира он становится знаменитым ему предлагают сниматься в рекламе на телевидении но идея ему не нравится однако король скоро обнаруживает что его ценные бумаги украдены его собственным премьер-министром оставшись без средств к существованию он вынужден сниматься в рекламе так как нью-йорк сверхдорогой беспощадный город в котором можно выжить только зарабатывая деньги и думая про них каждый день говорите ням-ням и 10 тысяч у вас так король начинает сниматься в рекламе и становиться еще более знаменитым однажды во время визита в одну из школ король знакомится с рупертом мэйкови сыном американских коммунистов которые изучают произведения карла маркса роль мальчика играют сын чаплина майкл чаплин это глубоко несчастный ребенок отец и мать которого преследуется за коммунистические идеи и им грозит два года заключения за оскорбление американского конгресса однажды король возвращаясь домой находит мальчика на улице в холодную погоду приглашает к себе мальчик скрывается от полиции в гостях короля непокорный юноша даже начинает спорить с представителями из атомной комиссии после всплыва информации о мальчике коммунисте который остановился у короля его начинают обвинять связях с коммунистами это дает основание заподозрить одного свергнутого монарха в том что он находится на жаловании у коммунистов короля начинают преследовать и привлекают к судебному делу фильм показывает не самые положительные стороны американского политического климата по этой причине показ фильма долго откладывалась в сша до 73 года его не показывали в сша и это вполне становится понятным после просмотра фильма сам чаплин так прокомментировал отсутствие показа в сша если я и отказался показывать свой фильм в соединенных штатах то я уверен что мое решение совпадает с решением ваших властей никогда ваша цензура не позволила бы демонстрировать этот фильм фильм полон смешными моментами характерными для фильмов чаплина с атрибутами немого кино вы получите кучу позитивных эмоций после просмотра фильма на русском языке существует прекрасная озвучка фильма где главных героев озвучивают и на кейте снафтиновский и надежда румянцева биограф чаплина джейфри вэнс считал что фильм король в нью-йорке является важным фильмом в творчестве чаплина он завершает свое продолжительное рассмотрение фильма заявлением хотя король нью-йорке нацелен на социальный политический климат 50-х годов его сатирические комментарии не подвластны времени несмотря на свои недостатки фильм остается увлекательным исследованием жизни в америке глазами его самого известного изгнанников